В Магнитогорске состоялось традиционное профилактическое мероприятие автобус. В ходе рейда сотрудники госавтоинспекции большое внимание уделяли соблюдению водителями правилам перевозки пассажиров и наличию у них необходимой документации. Обращали внимание на техническое состояние транспортных средств. Евгения Солохудинова расскажет обо всем подробнее. Семь экипажей госавтоинспекции работали этим утром на самых оживленных участках центральных улиц города. В рамках рейдового мероприятия автобус-инспекторы останавливали маршрутные такси. Главная цель таких проверок – профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта. Сотрудники госавтоинспекции уделяют особое внимание соблюдению правил дорожного движения при перевозке пассажиров на коммерческой основе. Проверяется наличие необходимой документации, а также техническое состояние транспортных средств, на которых осуществляется перевозка пассажиров на коммерческой основе. Задействована в рейде была не только дорожно-патрульная служба. В нем приняли участие сотрудники отделения технического надзора ГИБДД. Именно они привлекают к ответственности должностные лица, которые ответственны за выпуск транспортных средств на линию. В ходе профмероприятия сотрудники госавтоинспекции также раздали водителям памятки с рекомендациями, как не стать жертвами мошенников. Напомнили, насколько важно быть бдительными и пассажиром. Мы просим при поступлении таких звонков проверять информацию, уточнить у своих родственников. Впоследствии выясняется, что с родственниками ничего не случилось, никаких таких опасных ситуаций не произошло, но люди отдают последние сбережения. На сегодняшний день в городе осуществляется перевозка пассажиров по 38 маршрутам, на которых задействованы более 840 транспортных средств. Рейдовые мероприятия сотрудники госавтоинспекции проводят регулярно, и это необходимо. В прошлом году инспекторами было выявлено более 6,5 тысяч административных правонарушений, которые допустили водители пассажирских транспортных средств. Самые частые среди них – это несоблюдение очередности проезда, а также требования сигналов светофора, нарушение правил перевозки пассажиров и управления транспортными средствами с технической неисправностью, при которой эксплуатация запрещена. В текущем году на территорию города Магнитогорска зарегистрировано 117 дорожно-транспортных происшествий с участием транспортных средств, перевозящих пассажиров на коммерческой основе. При этом 8 дорожно-транспортных происшествий произошли с пострадавшими. 10 человек получили ранения различной степени тяжести. Вина водителя пассажирского транспорта установлена в трех дорожно-транспортных происшествиях. Кстати, в прошлом году этот показатель был на 60% выше. Другими словами, автомобилисты становятся более дисциплинированными. Почему важно? Ну, людей же возят. Как вы себя ведете на дороге? Аккуратно. За два часа рейда инспекторами было проверено 150 автомобилей, выявлено 23 водителя маршрутных такси, которые проигнорировали правила.